Итак, дорогие друзья, берите чашечку кофе или чаю, и мы поговорим с вами о современном саду. Что такое современный сад? Я думаю, у меня есть на это, может, пять причин, на которые любо глянуть. Инструменты, которые помогают наш сад быстро сделать красивым. И тут же мы сразу понимаем, что и осенью наш сад будет красивым. Чередуются шаровидные туи и крупнолистные гортензии. Красивый сад в любое время года... Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня пройдемся с вами по саду. Эта прогулка по саду будет называться «Хороший современный сад». Итак, дорогие друзья, мы встречаем ролик, который называется «Хороший современный сад». Почему я так считаю, что мой сад хороший? И почему я считаю его, что он современный? Теперь мы сегодня с вами об этом поговорим. А вы считаете, что ваш сад хороший? Напишите в комментарии. А вы считаете, что ваш сад современный? Напишите в комментарии. У меня в саду очень интересные дорожки и тропинки. По ним я прогуливаюсь по саду и наслаждаюсь пространством. И вот хороший современный сад обязательно должен быть снащен дорожками. Итак, красивый сад в любое время года – это хороший сад и современный сад. Пусть и зимой, и осенью, и весной, и летом у вас будет красивый, хороший сад. Как это сделать? Обязательно нужно, чтобы у вас в саду были хвойные. Потому что зимой это просто необходимость. Потому что зимой они стоят зелененькие и красивые, и радуют наш глаз. Да, поэтому мы садим хвойные. Потом мы садим обязательно кустарники, которые можно стричь интересными, любопытными формами. Допустим, как вот этот грибок, или вот там вдалеке шайба. Это кленик карликовый. И вот современный сад может обладать еще интересными растениями, на которые любо глянуть. А осенью, допустим, многие растения превращаются в разноцветные красивые листья. Вот смотрите, этот девичий виноград в современном нашем саду скоро станет осенью красный. И тут же мы сразу понимаем, что и осенью наш сад будет красивым. Осенью не только из-за девичьего винограда, но многие растения меняют свою окраску. Как, допустим, барбарис или спирея. И так можно долго продолжать и рассказывать о тех растениях, которые приобретают свои красивые окраски осенью. Ну, продолжаем дальше. Так что же такое хороший современный сад? Второй пункт – это длительное декоративное его цветение. А если даже не цветение, то длительное нахождение цветов и кустарников в опрятном, аккуратном виде. Допустим, возьмем гортензию. Кажется, гортензию надо укрывать. И поэтому это будет сад странный. Что, допустим, мы укрываем ее зимой, и наш сад превращается в такие домики укрытые. Как-то не очень декоративно смотрится. Что мы для этого делаем? Мы можем не укрывать нашу гортензию. И обратите внимание, вот наша цветущая гортензия, как в саду она цветет. А посмотрите, как монохромно, без цветения гортензии. Вот здесь вот кустики, которые вы видите, чередуются шаровидные туи и крупнолистные гортензии. И они не цветут. Почему? Потому что они или подмерзли, или я их не укрывала. Оставим это за кадром. Но посмотрите, в каком они состоянии, когда они не цветут. Зелень просто пышет. Поэтому я рекомендую в вашем современном саду, если вы хотите, чтобы он был еще и легкий, и не надо было укрывать гортензии, пожалуйста, создавайте и размножайте свои гортензии, пусть они создают зелень. Это тоже может быть современный сад, используя гортензию. Продолжаем дальше. Декоративные растения наши могут очень красиво наш сад создавать необычным. Просто наслаждение наблюдать за этими растениями. Итак, хороший современный сад. Номер три. Внимание. Барабанная дробь. Хороший современный сад должен быть удобен. Удобен для вас. Дорогие друзья, удобен для вашей семьи. Чтобы наслаждаться пространством, у вас могут быть функциональные различные комнатки, в которых вы проводите время. И поэтому он должен быть удобен для вас. И если вам говорят, что вы как-то неправильно сделали свой сад, не расстраивайтесь, он удобен для вас. Вам он нравится, приносит удовольствие вам и вашим близким. Значит, он современный и удобный. И значит, он хороший. Так что создавайте пространство, чтобы было удобно вам. Основой вашего сада должны составлять растения надёжные. Вот это современный сад. Если у вас есть надёжные растения, которые не вымерзнут, не спортятся их, никто не съест. И они будут создавать корсет вашего сада. Надёжные растения, я думаю, что это туи, можжевельники, в общем, все хвойные, сосны, берёзные. Допустим, древовидная гортензия. Она, как бы там ни было, она всегда красотка. Так что надёжные растения. Какие ещё надёжные растения, мы знаем. Это, допустим, метельчатая гортензия. Потому что я её отношу к надёжным растениям. Оно хорошо зимует и достаточно красиво выглядит. Смотрите, какие шапки. Декоративные шапки. Не все люди любят цветущие сады. Поэтому, представьте, если мы срежем эти цветы, останутся всё равно костяк зелёный растений. Поэтому, если вы хотите сад малоуходный, то вам придётся избавиться от многих цветущих растений. Так что ещё бывает и такое. Так, а сейчас пятое. Внимательно, барабанная дробь. Пятое. Что такое современный хороший сад? Сад должен быть технологичным. Это имеется в виду по уходу за ним. У вас должны быть, допустим, газонокосилки. Не руками же стричь газон, а желательно ещё и машинка газонокосилка. Всякие приспособления для стрижки, ножнички, секаторы, пила, тачка, лейки. И технологичным, цессу, нет, как это назвать, в общем, вспомогательные инструменты, которые помогают наш сад быстро сделать красивым. Итак, дорогие друзья, там может быть ещё и капельный полив включается, но у меня его нету. Да, природа сама всё поливает. Ну, или я хожу с лейкой. Пока у нас так. Так что, дорогие друзья, мы заканчиваем прогулку по саду. И я вам могу сказать, что хороший сад – это ваш сад. Для вас, любимых. Создавайте сад. Любите свой сад. Берегите друг друга. И пусть вам светит яркое солнышко. Долго-долго. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok